Давай по-русски. А вы по-русски говорите? Немножко. Так, как-то сделать, считай, наверное, хорошо. Мне нравится. Не снимать? Не хочу. Привет из Испании, из Бенедорма. Проезжал мимо стоянки поддержанных автомобилей и не смог мимо проехать. Решил снять, может быть, кого-то интересует. Какая стоимость на поддержанные автомобили в Испании? Мерс. 220-й. Пробег 100 тысяч. Дизель 31 тысяча евро. Кабриолет. Вот такой аппарат. Выглядит весьма так свежо для 100 тысяч. Неплохой автомобиль. Салон тоже такой незамызганный. Еще один Мерс постарее. Тоже кабриолет. Стоимость у него 17 500. 2004 года. Пробег тоже написано 100 тысяч. Салон у этого кабриолета тоже непожеванный. Видно, что двери красились. Багажник, по всей видимости, тоже покрашен. Здесь какие-то сколы есть. Их подкрашивали. Да, тут два слоя краски видно. Такой кожаный 17 500 евро. Больше миллиона рублей. Еще один Мерс. 17 тысяч евро. Дизель Е350 2010 года. 17 тысяч евро. BMW 530 модель D. 2012 год. Трешка объем. Дизель. Пробег 23 тысячи. Цена 21 тысяча евро. Такая большая машина для Бенедорма. Парковаться на таких машинах здесь тяжело. Салон от Драйны. Химчистку делали хорошую. Вы по-русски говорите? Немножко. Это машины все с Бенедорма или вы пригоняете? Пригоняем. Из Алиманиево, из Барлика. А сколько занимает оформление вообще? Если машина какая-то понравилась, человек выбрал. Договор какой-то составляем? Да, договоры составляем. Это мы у вас сделаем, да? Да. Дальше я уже сам еду и ее оформляем. Нет, нет, нет. Это все каким образом? Все сделаем нам. Электронную почту вы отправляете документы или как? Физическая почта, курьер персональный. А, и я потом уже получаю документы и приходят к мне, да? Все ясно. И еще можно поторговаться, да? Торг может быть немножко, да? Ясно. Я посмотрю немножко, да? Спасибо. То есть они пригоняют эти машины сюда. Вольцваген, Гольф. 2006 год. 114 тысяч пробег, 6-700. Объем 2000. Что-то надо для Испании более экономичное. Это, это, это хорошо. Так как-то сделать, считай, нехорошо. Все машины, все цены, нехорошо. Мне нравится. Если ты имеешь интерес на эту машину, это хорошо. Все, вы имеете в виду, не снимать? Не, не хочу. Вышел хозяин или ответственный за эту парковку. Вначале как бы сказал, что никаких проблем, снимайте, пожалуйста. Минут через пять он вышел и говорит, нет, это ненормально то, что, говорит, вы снимаете. Боятся, наверное, конкурентов, что мы передаем кому-то цены. Вот, кстати, Fiat Punta, такой же, как и у меня, 7000 евро. Ну и плюс они немного двигаются, то есть еще, наверное, 500 евро уступят. Поддержанных машин здесь много таких стоянок, так что кто-то, если желает купить поддержанную машину, всегда может приехать по стоянкам, поездить, посмотреть цены. Есть у них сайт. Вот, кстати, сайт указан. stcurches.es У меня, кстати, есть ролик. В прошлом году я снимал. Испанские стоянки с поддержанными машинами. Сейчас ссылочка будет наверху. Кому интересно, можете перейти, посмотреть несколько секунд рекламы, не переключайтесь. Я хочу порекомендовать вам очень интересный канал, посвященный недвижимости. Называется он «Недвижимость Испания Spain Luxe Invest». Этот канал освещает вопросы, связанные с переездом в Испанию, с покупкой недвижимости. На канале есть видеоролики с консультациями адвокатов, налоговых советников, бухгалтеров, застройщиков, архитекторов и других квалифицированных специалистов. Видеоролики ярко и точно освещают именно то, на что следует обратить внимание в вопросах покупки нового жилья и открытия, например, банковского счета или же оформления вида на жительство. То есть, подписавшись на этот канал, вы сможете быть в курсе, какие объекты недвижимости на Костабланке были востребованы. И узнаете о воскориентабельной недвижимости в Испании. Подробными разъяснениями. Переходите по ссылочкам в описании на канал Spain Luxe Invest и смотрите интересные видео о регионе Костабланка и о недвижимости в Испании. Так, ну а мы с вами снова в Бенидорме. Хочу вам показать здесь, какие цены. Что мы тут видим? Ford Focus 10500 евро. 2013 года 100 тысяч пробег. Того 1000 кубиков. Здесь 1,2. 56 тысяч пробег. 2015 год 8800 трехдверное Рено Клео. Ford Kuga дизель 2. По стоимости он 14 тысяч евро. Ford Focus. 1,5 объем. 2016 год 13500. Ford Focus дизель 1.6. 100 тысяч пробег. 8500. Тут Ford Fiesta. Смотрю сразу несколько штук. Зарезервировано. 13 тысяч евро. 13 тысяч евро. 1000 кубиков. Бензиновая. Ну, такой дизайн. Кому-то понравился. 10300. 2016 года. Тоже, как и та предыдущая. 50 тысяч пробег. Еще одна. 10300. 15-й год все. 11200. Пятидверные. 12 тысяч евро. 15-й год. 9800. Рынок Лио. Вот из недорогих 6500. 1500 объем. 100 тысяч пробег. Рено, наверное, да? Нет, Citroёn. 9000. Дизель. Трехдверка. Вот Ford EcoSport. Бензиновый. 1500 объем. 14900. Ford Pastorea. 2008 года. 7500. Ну, вот этот, ничего так. 17-го года. 14900. Что тут, тем, кто занимается каким-то бизнесом для перевозок. 8500. Пробег 177. Но хорошо пробежал. Фокус. 17-го года. 13900. Вот еще фокус. Вот еще фокус. 9600. 1,6. 100 тысяч пробежал. Практически все машины здесь на механике. Маленький Ford. Прямо микро. фиеста. Какая-то, наверное. Механика. ДЖК какая-то. Вот фиеста. Тоже механика. 10500. 21000 пробег. И здесь механика. Ну, машины в хорошем состоянии. Механика. Они все. Все механики. Вы посмотрите. Механика. Тоже механика. Посмотрите. Они все механика. Это Ford Max. 13500. Кто хочет заниматься частным возгодом. Тоже на механике. Ford Max. Такой вот. Не слишком он и большой. Просто высокий. Фиеста 2015 года. Тоже на механике. В общем, все машины механика. Вот такие цены. Механика. Но этот 100% тоже будет на механике. Да, и здесь тоже механика. Все. Механика. 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 Мы зашли в Lidl, возьмем натуральный сок бутылочки лежат, открываем бутылочку, подставляем. Вот смотрите, они падают, вот эти апельсины, и там они отжимаются, смешиваются, и сок получается. Оранжевый по-испански апельсин. Владик берет бутылочку, выше, да, чтобы она не упала, потом нажимаешь кран, и что происходит? И пошли двигаться апельсины, они падают, давятся, и в ладику течет свежеужатый апельсиновый сок, да, Владик? Как тебе процесс? Ты как на заводе, аккуратно не перелезь, стоп-стоп-стоп, перелил, отпей чуть-чуть, отпей, чтобы закрыть, да, ой, как вкусно, закрывай, да, нравится? Сколько стоит такая бутылочка? Евро 90. Смотрите, интересный момент, у нас есть сливное отверстие на балконе, вот такое, ну, в некоторых местах они есть, с этой стороны как бы, вот, сливная такая штука выходит, и в ней каким-то образом попала туда семечко, и поселилось растение. Как тут растения выживают, и несмотря на то, что нету земли, оно каким-то образом здесь выросло, и еще надо как-то туда попасть, да, залететь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok